Порулить локомотивом. Такая возможность представилась некоторым школьникам в рамках недели открытых дверей. Локомотив, конечно, не настоящий, а тренажер. Тестируют на нем машинистов латвийской железной дороги. В этом году предприятие ЛДЗ Карго в программу экскурсии вошло впервые. Хотя в мероприятиях недели открытых дверей латвийская железная дорога участвует уже не первый год. В этом году совсем другая программа. Она намного шире, чем была в прошлом году. Если в прошлом году у нас была встреча в учебном центре, потом мы показывали один объект железнодорожный, то в этом году сначала была встреча в учебном центре, все мы рассказали, презентовали железную дорогу, и шесть объектов. Диспетчерский центр, ремонтный цех ЛДЗ «Инфраструктура», сортировочная, охранный центр, центр по ремонту локомотивов. Все это было включено в программу экскурсии в Дагупелсе. Также дни открытых дверей латвийская железная дорога провела в Риге и в Лепае. В этом году количество желающих познакомиться с работой концерна ЛДЗ превысило возможности предприятия. Пришлось сделать отбор. В общей сложности двери открылись для 240 школьников. Из них 75 посетили Дагупелские отделения. Среди экскурсантов как учащиеся городских школ 9-й и 12-й, так и воспитанники Рушонской основной школы и Райзакнинской государственной гимназии. Мой отец работает помощником машинистом, мне это все рассказал давно, поэтому мне очень интересно познавательно это слушать. Я хочу пойти на помощника машиниста и на машиниста. Диспетчером быть больше как-то хочется. Как вы думаете, какими качествами должны обладать люди, которые работают на железной дороге? Мужественность точно. Сильные, крепкие нервы, точно это. Так как слабонервным здесь, мне кажется, тут не выдержат, так как сутками сидеть, записывать все время. Им это внимательность очень хорошая нужна. В профессии железнодорожников, я думаю, что их 100%, зная тоже своего сына, как он железнодорожник, привлекает, что это стабильность, стабильные заработные платы. Да, когда-то, может быть, чуть меньше, чуть больше, но они стабильны. Стабильное рабочее место и очень хороший коллективный договор, где есть много разных социальных благ. Как отмечают организаторы, Дни открытых дверей дают свои результаты. Например, в прошлом году именно после экскурсии трое школьников из Рушон решили связать свою жизнь с железной дорогой. И сейчас учатся, кто в техникуме, кто в ВУЗе.